Каким должен быть Евросоюз в будущем, в каком направлении и как ему нужно развиваться? Эти вопросы будут обсуждать в Страсбурге на новом этапе конференции «Будущее Европы». В дискуссии участвуют все политические силы, а открыл конференцию президент Франции Монель Макрон, посетивший Страсбург по случаю Дня Европы 9 мая. Эта новая европейская организация позволит демократическим европейским странам, придерживающихся нашего набора ценностей, найти новое пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в области энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и передвижения людей, особенно нашей молодежи. 9 мая Европейский Союз отметил свою 72-ю годовщину. На заседании Европарламента в Страсбурге руководство ЕС напомнило о своей исторической приверженности к миру и единству в противовес воинственному тону президента России Владимира Путина. Война на территории Украины фактически подстегнула Евросоюз к глубоким преобразованиям и размышлениям о своем будущем. Европа – это мечта, мечта, которая была всегда, мечта, рожденная трагедией. Но сегодня эта мечта сияет ярче всего не только здесь, в этом историческом месте. Ярче всего она сияет в сердцах и умах киевлян и харьковчан, одесситов и мариупольцев. Ярче всего она сияет в мужестве тех семей и молодых людей, которые укрываются в метро и подвалах. Ярче всего она сияет в мужестве оплакивающих бессмысленные зверства и в Буче, и в Ирпене, и в каждом украинском селе и городе, охваченном войной. Я хочу передать особое послание нашим украинским друзьям и семье. Будущее Европы – это и ваше будущее. Будущее нашей демократии – это также будущее вашей демократии. 72 года назад война в Европе сменилась чем-то другим, чем-то новым. Сначала сообщество, сегодня союз. Это был день, когда началось будущее. Это будущее, которое мы с тех пор пишем вместе, как архитектор и строители Европы. А следующую страницу, дорогие украинские друзья, сейчас пишите вы, от нас, всем вместе. Слава Украине! Да здравствует Европа! От нас, все вместе. Слава Украине! Да здравствует Европа! А накануне, во время видеоконференции, лидеры J7 особо отметили, что Большая Семерка и Украина едины в это трудное время. И едины в своем стремлении обеспечить демократическое и процветающее будущее Украины. Елена Михайловская. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканала UA. Казахстан. Продолжение следует...